Приветствую! Когда ты власть, для достижения желаемого результата ты можешь действовать двумя способами. Способ первый. Ты можешь просто делать то, что тебе хочется. Невзирая на законы, конституции и международные акты, ты просто делаешь то, что тебе нужно. И, как мы знаем, в нашем мире такое бывает. Но есть и второй путь. И этот путь звучит так. Меняем правила игры. Ну, когда ты власть, ты реально можешь поменять правила игры. Как это сделать? Да просто изменив действующее законодательство в твоей стране. И этот способ выглядит более цивилизованным, европейским, соответствующим, современным представлением о демократии. И вот законопроект 9281 как раз свидетельствует об этом. Когда власть хочет чего-то достичь, она меняет правила игры, изменив действующее законодательство. Если вы помните, сначала у нас появилась новость в Фейсбуке, на мой взгляд, она впервые появилась, о том, что Министерство обороны Украины заявило, что, мол, нужно снижать призывной возраст. Мол, призыва все равно нет, и какой смысл в возрасте 27 лет. Нужно снизить призывной возраст срочников до 25 лет. И вроде бы классная, хорошая идея. Если бы не одно но. Об этом но мы поговорим позже. А сейчас давайте посмотрим с вами непосредственно вот этот законопроект 9281, который предлагает изменить закон о воинской обязанности и воинской службе. Сейчас на экране вы видите соответствующий законопроект. Подан он Кабинетом Министров Украины за подписью Пана Шмыгаля. Видим, что 9 мая он подан этого года. И вот что они предлагают. У тексте закону Украины про військовый обовязок и військовую службу цифры и слова 27-го речного века замениты цифрами и словами 25-го речного века. Ну а далее здесь порядок набутя чинности этого закону и так далее пошло. И вот давайте обратим внимание еще раз на вот это положение. Здесь на что нужно обратить внимание? Что не указано в какой статье нужно изменить это словосочетание. А соответственно мы понимаем, что изменяется оно по всему закону. И вот давайте сейчас обратимся к тексту закона про військовый обовязок и військовую службу и посмотрим, где же там упоминается вот эта конструкция 27-го века. А данная конструкция упоминается в статье 15, в которой, как следует из названия, установлен призывной возраст граждан Украины. И здесь мы видим, что на строковую військовую службу призываются придатні для этого за станом здоровья граждан Украины чоловьей статей, которым до дня отправления у військовой частины виповнилось 18 лет, и старшие люди, которые не достигли 27-го века и не имеют права на звольнение обовид строчку, витпризованную на строковую військовую службу. То есть теперь, после того, как будет принят соответствующий закон 92-81, вот здесь в статье 15 закона про ВО и ВС будет написано 25. И это значит, что на срочную службу призывать будут до 25 лет. Но, как мы помним, сейчас призыва на срочную службу нет, и, естественно, ничто не помешает государству изменить призывной возраст после того, как появится призыв на срочную службу. Но есть у государства такая возможность, ничего с этим не поделаешь. А в какой же еще статье упоминается вот этот возраст? Он упоминается в нескольких статьях, но я хочу обратить ваше внимание на одну конкретную статью, которая, безусловно, вас очень заинтересует. И, собственно говоря, эта статья и является в каком-то смысле определяющей, то есть ради чего эти изменения и были затронуты. Статья 37, которая называется «Взяття на висковый облик, зняття то выключение с него». И здесь интерес для нас представляет пункт 2 части 1 статьи 37 закона про ВО и ВС, в котором установлен перечень лиц, которых принимают на воинский учет военнообязанных. И вот здесь мы видим, что, какие досягли 27-летнего века подчас перебывания на висковому облику призывных Киев. Соответственно, после этих изменений, здесь будет 25 лет, то есть на воинский учет военнообязанных граждан Украины будут зачислять после достижения ими, соответственно, 25 лет. И что же здесь интересного? А интересно следующее. Если мы полистаем этот закон дальше и дойдем с вами до 39 статьи, а в 39 статье сказано следующее, что призов резервистов и военнообязанных на висковую службу подчас мобилизации проводится в порядке, визначенном этим законом и законом Украины про мобилизаційную подготовку и мобилизацию. А далее ось найголовнейшее. На військовую службу подчас мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые пребывают в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации. Військово зобо в язани. Вот кто призывается во время мобилизации. А это значит, что человек становится военнообязанным теперь с 25 лет. А это значит, что? А это значит, что если человек по состоянию здоровья пригоден к воинской службе, у него нет права на отсрочку от мобилизации, то, соответственно, его могут после достижения 25-летнего возраста призвать на воинскую службу во время мобилизации. Вот для чего, собственно говоря, происходят эти изменения. И это на самом деле плохо. Это ужасно. Почему? Потому что, на мой взгляд, эти изменения – это реакция государства на то, что происходит в нашей стране. Это говорит о том, что ситуация все-таки на фронте не настолько хороша, как бы нам хотелось. И государство вынуждено искать некий дополнительный мобилизационный ресурс. И теперь будут расширять его, соответственно, за счет вот этой категории лиц. За счет людей, которым от 25 до 27 лет, которых раньше не призывали. Ну, вернее, призывали, но там только в отдельных случаях. Конечно же, это для нас плохо. Это, в принципе, для страны плохо. Но нам с вами просто не повезло жить в такое время, когда наша страна оказалась, столкнулась с таким ужасным вызовом, как война. Это плохо, это ужасно. Но мы здесь живем, мы продолжаем жить. И, друзья, хочу напомнить, что теперь те люди, которые этим вопросом не интересовались, безусловно, заинтересуются, заинтересуются вопросами отсрочки от мобилизации. И нужно помнить, что основания для отсрочки от срочной службы несколько отличаются от тех оснований, которые указаны в качестве оснований для отсрочки от мобилизации. Это уже совершенно другой закон. Закон про мобилизацию, а не закон про ВО и ВС. И, соответственно, друзья, рекомендую вам всем обратить свое внимание на 23-ю статью закона о мобилизации. Если раньше она вас не касалась, вы были непризывные, то уже в ближайшее время, понятно, что этот закон примут, вы станете призывными и вам нужно будет, соответственно, смотреть, имеете вы право на отсрочку, либо не имеете. Это нужно, безусловно, знать. Друзья, в связи с тем, что YouTube несколько моих видео, ну, скажем так, пессимизировал, не заблокировал, но пессимизировал, я теперь частично видео буду выкладывать в своем Telegram-канале. Вот те, которые по правилам YouTube не подходят YouTube, буду выкладывать в Telegram-канале. Ссылочка на Telegram есть в описании к этому видео. Подписывайте, пообщаемся там. Там у нас очень интересные комментарии бывают. Мне иногда, знаете, даже бывает обидно, что комментарии и обсуждения даже интереснее, чем публикация, потому что я сам с большим удовольствием читаю эти комментарии. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok